Собирается, сюда вкладывается фильтрующий блок из любой практически ткани, которая есть под рукой, закрепляется и смело одевается на уши. Предприниматель Дмитрий Саханьков показывает принцип работы клипсы – зажима для одноразовых масок. Разработка устроена предельно просто. 3D принтер закончил печать, мы снимаем с печатного стола изделия, собираем их, зажимаем клипсами, которые печатает следующий 3D принтер. Привязываем резиночки и, собственно, готовы вручать людям. Таких клипс в день печатают по 50 штук. Производят их из пластика, накаляя материал до 200 градусов. На одну пару 3D принтер тратит чуть больше часа. Проектирование и моделирование. Нужные параметры задаются на компьютере, от мощности которого зависит скорость обработки данных. Готовую модельку сохраняем в формате STL. Открываем в программе слайсера, на данный момент это ультимерки Кура. И после того, как слайсер обработает модель, он переводит ее в G-код. После чего этот G-код закидывается на 3D принтер и можно распечатать готовую модельку. Компания Дмитрия – хороший пример успешного перепрофилирования. До наступления пандемии здесь занимались сопровождением инвестиционных проектов. Также проводили экскурсии для школьников, где знакомили их с работой 3D принтеров. В прошлом году, волею судеб, мы участвовали в грантовом конкурсе от Министерства экономического развития. Средства, выделенные республикой, нам позволили приобрести уже серьезное оборудование, как этот большой 3D принтер. Такой принтер позволяет печатать предметы высотой до метра. Это шестеренка от дорогостоящей мясорубки, с которой человек к нам обратился. Здесь сорвало три зуба, с этой стороны четыре. Она была из полиуретана, материал был несколько эластичный и не износостойкий. Компании активно помогают в Палате народных художественных промыслов и ремесел республики, с которыми сейчас ведутся работы по привлечению партнерских компаний для увеличения производства клипс. Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, Телеканал Милет.